«Москвич-2150» – советский легковой автомобиль повышенной проходимости малого класса, разрабатывавшийся на заводе АЗЛК в Москве в начале 1970-х на основе серийных автомобилей «Москвич». Серийные не выпускались. В начале 70-х годов идея внедорожника переживала ренессанс. Судя по всему, руководство АЗЛК задело за живое известие о том, что в Тольятти и Ижевске работают над созданием современного комфортабельного джипа. Желая не ударить лицом в грязь перед минавтопромом, а может из благородных соображений конкуренции, АЗЛК тоже включился в эту игру. Ему было проще, всего-то модернизировать уже имеющуюся конструкцию. Главный конструктор завода АЗЛК Игорь Александрович Гладилин воспрянул духом и в течение года была проведена значительная работа, по сути означавшая разработку нового джипа, вобравшего в себя весь накопленный опыт эксплуатации прежних образцов. Ведущим конструктором темы был назначен опытный специалист Баранов, а дизайнером – ведро. В 1973 году построили два новых образца джипа, получившего обозначение «Москвич-2150». Одна машина была с брезентовым верхом, другая – цельнометаллическая. Ныне два этих автомобиля покоятся в экспозиции заводского музея АЗЛК. Новый автомобиль существенно отличался от предыдущих образцов. По основным агрегатам и узлом он был унифицирован с моделью 2140, которая готовилась к выпуску в 1975 году. Увеличенная база – 2270 мм, и колея сделали машину более устойчивой при движении на большой скорости. Внедорожник должен был уверенно идти с перекосом по колее грузовика на грунтовой дороге. Эта особенность нашла отражение в конструкции элементов системы питания, которые бесперебойно снабжали двигатель топливом. Кстати, «Москвич-2150» работал на бензине А76. Специальность этой целью степень сжатия мотора уменьшили до 7,25. Учитывая особенности круглогодичной эксплуатации автомобиля в сельской местности при отсутствии сервисных станций, конструкторы предусмотрели в машине лишь 6 точек смазки, установили предпусковый подогреватель, а герметичная система охлаждения мотора заполнялась антифризом. Два топливных бака общей емкостью 60 литров с заливными горловинами по обеим сторонам машины обеспечивали запас хода не менее 500 км с одной заправкой. Заднее сидение более просторного, чем у модели 416. Закрытого кузова также имели откидные сдвоенные подушки, что делало автомобиль пригодным для перевозки объемного груза. Доступ в салон сзади осуществлялся через откидной борт и специальную подножку. Клиренс автомобиля составлял 220 мм. Новинками в конструкции машины были впервые установлены на легковом отечественном внедорожнике дифференциал повышенного трения в заднем мосту, а также принудительно блокируемый задний дифференциал, который рассматривался в качестве заказного оборудования. Оригинальные ведущие мосты автомобиля имели полностью разгруженные полуоси. Передние колеса приводились во вращение шариковыми подшипниками равных угловых скоростей. С целью лучшей защищенности от грязи тормоза всех колес, а также трансмиссионные стояночные были барабанного типа. Наружность у машины интересна. На плод дизайнерского вдохновения, конечно, но и неуродливость типа тогдашнего луаза. С кругленностью этого джипа минимум, в основном сочетание прямых линий. В традиционном споре между привлекательностью и технологичностью вновь победила технологичность. Об аэродинамике думали мало, если думали вообще. Передняя часть походит на таковой угас 53, но стилистически оформленный изысканней. Кузов трехдверной цельнометаллический, одна из модификаций. Остекление плоское со сдвижными форточками на всех боковых стеклах. Причем лобовое стекло цельное, не как на УАЗе. Над стеклами по всему периметру автомобиля располагаются широкие водосточные желобки. Стеклоочистители от 412 модели располагаются внизу. Две передние двери висят, по типу уазовских, на накладных петлях, на добрых 1,5 см выступающих за габариты. Конечно, это решение просто и надежно, но, во-первых, не эстетично, во-вторых, не соответствует ГОСТу. Дверные ручки необычные, до сих пор нигде не встречавшиеся. Видимо, из этой конструкции после получились ручки 41-го. Замки располагаются отдельно, в нижней части дверей. Бросается в глаза большая посадочная высота, потому 50-й снабдили двумя подножками, размерами с луазовские. Вся оптика, кроме основных 412-х фар, взята от ГАЗ-66. Сзади лишь добавили москвичевский осветитель номерного знака. Москвич 2150 буксировал прицеп полной массой до 350 кг при отсутствии у него тормозов и массой до 850 кг в случае оснащения тормозами. Отбор мощности от раздаточной коробки позволял комплектовать машину различным оборудованием. Опытные образцы, построенные в 1974 году получили специальные шины с вездеходным протектором. Проведенные в том же годы испытания показали, что машина прекрасно соответствует своему назначению. Внедорожник преодолевал брод до 0,6 метра, уверенно двигался по глине, песку, по охоте. Был достаточно комфортабель и надинамичен. Максимальная скорость по шоссе равнялась 120 км в час. Высокую оценку москвич 2150 получил и у военных специалистов, которые знакомились с ним на своем полигоне в Бронницах. Жаль, но судьба этой машины оказалась печальной. Даже несмотря на проявленный к ней интерес и желание поставить ее на конвейер со стороны председателя Совета Министров СССР Косигина, образцам предстояло вскоре отправиться в городской музей. Из трех созданных отечественными заводами конструкций, напомним, что работали над ними ВАЗ, АЗЛК и Ижмаш. Лишь Нива ВАЗ-2121 дошла до потребителя. Заметим, что москвич 2150 принципиально отличался от Нивы, имея более высокую проходимость, просторный салон и солидную худовую часть. Наличие мощной рамы и жестких балок мостов позволяло эксплуатировать автомобиль в крайне тяжелых условиях и обеспечивало ему высокую долговечность. Несмотря на решение правительства Косыгина начать производство москвичей 2150 в количестве 60 тысяч в год в цехах филиала завода в Кенешме, финансы для осуществления проекта выделены так и не были. Так москвич 2150 попал в число удачных, но не реализованных конструкций. Вы думаете Гладилина это остановило? Ничуть. В 1974 году он вместе с Барановым начинает работу над новым внедорожником с независимой подвеской всех колес и массой оригинальных решений, заложенных в его конструкцию. Внезапная смерть Гладилина в 1975 году прервала дело, которому было отдано без малого 20 лет жизни. Больше на АЗЛК за такие машины. Продолжение следует...